Первого мая был дан старт проекту, то есть тот проект, который в принципе я сделал, это танцевальный проект Trend Deluxe. В параллели я преподаю в Белорусском государственном университете культуры и искусств на кафедре хореографии. Из самого первоначального этапа становления Trend Deluxe я являлся как идейным вдохновителем, хореографом, постановщиком всех танцевальных номеров и, ну, и, конечно же, продюсером. То есть, чтобы дело шло, нужно вкладывать какие-то определенные все равно деньги, то есть все ложится на мои плечи, что касается продвижения данного проекта. Мы привлекаем большое количество единомышленников, которые помогают нам реализовать какие-то наши идеи. Это стилисты, дизайнеры, музыкальные продюсеры. Почему? Потому что уже на данный этап можно уже называть это не танцевальный проект Trend Deluxe, а это проект именно, просто проект. Почему? Потому что Trend Deluxe уже выступает в роли и вокально-танцевального проекта. То есть уже это не просто танцевальный проект, а проект Trend Deluxe. Я все время был в движении, в прыжках, был живчиком. И всегда мне сулили, в принципе, будущее танцора. После чего мною была выбрана дорога, я поступил в Бомбельский колледж искусств, где закончил отделение хореографии. После чего я пошел в Белорусский государственный университет культуры и искусств, тоже на кафедру хореографии. Ну и сейчас время пришло к тому, что я закончил магистратуру данного вуза и преподаю в Белорусском государственном университете культуры и искусств на кафедру хореографии. Честно могу сказать, что вообще век танцора очень короткий, это правда, да? И в принципе сложно быть на плаву. Почему? Потому что мне кажется, что в профессии, вообще в любой творческой профессии нельзя быть человеком обособленным. Или ты погружаешься в творчество, погружаешься в данную работу, и что ты из себя начинаешь представлять, тогда только будет какой-то, может быть, не успех, а просто движение вперед. Я всегда пытаюсь донести своим студентам один очень важный вопрос. Чтобы они, то есть мы, люди творчества, не были случайными людьми. Чтобы этот выбор, который вы сделали, он был очень весомым и стопроцентным. Почему? Потому что это очень сложно. Очень масса случаев происходит, когда люди обучаются пять лет, но потом не становятся на дорогу профессиональной хореографии, даже не преподают, даже не становятся хореографами. И мы возвращаемся к теме именно первого курса, когда я пытаюсь помимо хореографического материала донести людям какой-то, может быть, человеческий фактор, дать понять, что, уважаемые студенты, вы должны, прежде чем сделать свой выбор, выберите внутри себя, чего вы хотите от жизни. Мне кажется, хореография вообще идет в ногу со временем, да? И каждый год появляются новые фишки, новые примочки, новые направления, и за этим нужно следить. И в силу того, что более взрослое поколение, уже сложно что-то попробовать, к чему-то прийти новому, даже многие преподаватели, может быть, и отвергают что-то новое, понимая, что, в принципе, изначально классика, это и есть классика, классический танец, это... этим нужно владеть. Это база, да, это фундамент, с чего строится танцор. Есть большое количество направлений, да? Каждый танцор хорош в своем направлении, но есть фундамент. И чтобы не было вот этой ошибки, что... То есть, современные направления в хореографии, хит, поп, джаз, модерн, то есть, разные направления, они хороши. То есть, а вот, допустим, классический танец, он выжил из себя все? Нет. Безусловно, есть большое количество танцующих ребят, которые отдаются полноценно себе как классическому танцу. Но в силу того, что хочется всегда развиваться и покорять что-то новое, вот почему ребята пытаются, многие, как и я в свое время, в принципе, я чистокровный народник. То есть, на протяжении фактически девяти лет мне преподавали народно-сценический танец. То есть, в колледже, в университете. Но в силу того, что в какой-то момент пришло понимание, что мне хочется познать что-то новое, на курсе первом в университете я пришел к тому, что мне хочется попробовать... Всегда был интерес к современным направлениям в хореографии. Вот почему на первом курсе параллельно я начал заниматься самообразованием. Безусловно, были преподаватели, которые брали большое количество мастер-классов как в Америке, так и в СНГ. Но это момент самообразования, когда тебе что-то... Вы же понимаете, когда есть момент такого жуткого интереса, и ты начинаешь впитывать, двигаться и продвигаться в этом направлении. Вот почему в параллели, когда я учился в университете, я начал именно внедряться в какое-то новое направление и понимать, что мне это нравится. Двадцать в одни, когда к тебе приходит понимание, что все надоело сколько можно уже танцевать но как только ты делаешь перерыв в день в два приходит осознание через три дня что а ты не можешь уже без этого то есть ты хочешь двигаться хочешь что-то уже делать может быть что-то не ставить как в качестве болитмейстера там три группы по строчке двигаться танцевать вот даже сейчас на этапе перехода нового участника проекта я понимаю что мне еще хочется мне их еще хочется что-то сказать не только лишь как хореограф постановщик да или как болитмейстер но еще как исполнитель и в силу этого когда я преподаю вузе да я еще полностью максимально все сто процентов стараюсь выложиться и сам даже прожить еще тот момент получить тот момент удовольствия в танце и 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